Политики вспомнили о принципе «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». К своим первым достижениям правительство относит активизацию борьбы с распространением новых психоактивных веществ и успешное расследование трагедии в Золе Туда. В апреле на месте катастрофы состоялся эксперимент, который, по заявлениям полиции, позволил существенно продвинуться в выяснении обстоятельств дела. Правительство также продолжает работу над законом о строительстве. Министры решили отложить его вступление в силу до 1 октября. В социальной сфере правительство одобрило частичное возобновление индексации пенсий с 1 октября. Введены налоговые льготы для сезонных рабочих. Правительство до 1 января отложило либерализацию рынка электроэнергии, которая могла привести к резкому повышению цен. Одним из приоритетов правительство считает обеспечение безопасности Латвии в связи с обострением обстановки на Украине. Политики правящей коалиции правительство Страуимы считают более стабильным по сравнению с кабинетом Домбровскисом. В свою очередь политологи считают, что нынешнее правительство только говорит о реформах, но решает лишь повседневные задачи.